Мобильная группа Гомельского Гарва Конкама выезжает в рейды по 2-3 раза на день, причем конкретных адресов проверок большая часть членов группы не ведает до прошлого момента, это выключая максимумность попереджения керавництва предприемцев и робить проверки с оправдой эффективными. На этот раз у центра уваги акционерное товариство Гомельгазбуд – основный вид деятельности будовництва газопроводов. При этом у администрации не утуевать, сегодня экономичная ситуация на предприемстве не самая лепшая. Середняя зарплата за опошенный месяц усягод 320 рублев, что уплывной ступени можно растлумажить скорочением объемов работ. Наша основная работа предполагает собой выполнение земляных работ, то есть работа с грунтом. На сегодняшний день земля замерзла, соответственно, работать тяжело, хотя мы сегодня выполняем работы и в Минской области, в Минском районе выполняем, строим газопроводы, но это значительно тяжелее, чем бы это было летом. Гэтае предприемство мобильная группа провирала прикладно год тому, после чего тут отрымали целый спецпредписанню. Зараз головная задача – проконтролевать ход их к выкананям. И перша черговая увага – пропускному режиму и работе проходной. За увагу шмат, и бадай самое главное – отсутствие необходимого контролю. Размова об дисциплине отрымливая притяг у одним со структурных подразделений. Рабочие перекананы – официальный початок змены. Гэта час колеяны повинны только заявиться на своих працанных местах. Ясчай некаких десятков хвилин необходно, как на справе, проступись до выканания своих непосредных обовязков. Словы членов мобильной группы «Живем, як працуем» застаются без комментариев. Ясчай одна за увага – течется техники безпеки. Противогололёдных мероприятий. Этой зимой уже не единожды инспекции труда приходилось расследовать несчастные случаи на производстве, которые произошли именно из-за того, что не обеспечено проведение противогололёдных мероприятий. Разум с тем, значных проблем. Мобильная группа «Гар-Ваканкама» на «Гомель-Газбуде» не констатуя. В усилях кем разе для ликвидации выявленных недохопов. Великие финансовые затраты непотребные. Беда самое головное пожелание – течется повышение зарплаты. Креху больше 300 рублей в месяц явно не той узровень, яким можно гонориться. Именно заработные платы. Не платы, а заработные платы. То есть вы понимаете, о чём идётся речь, потому что на том уровне, на котором она в декабре, это очень. Поэтому желательно, чтобы в ближайшее время, месяц-два, как результат повышения производительности труда, повышение заработной платы, выработка над новой работы, и как результат повышение было состояния работников, работающих на этом предприятии. Ну, если нет замечаний, значит, рекомендации будут высланы. Затрат финансовых на сегодня не требуется. Это значит, делается вывод, что те замечания, рекомендации, которые были, были исполнены, и обмана не произошло. Олег Синчуров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания ГОМИ.